Основная задача на данный момент – предотвратить рост заболеваемости. По информации регионального Министерства здравоохранения, с 1 по 27 июня по области было выявлено 2500 случаев инфицирования. Наблюдается тенденция, которую видели ровно год назад. В связи с этим было принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 июля. На территории региона будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в местах торговли и общественном транспорте. Мы начали наблюдать повышение заболеваемости среди детей и подростков, и это не может нас не беспокоить. В связи с этим были выданы рекомендации Роспотребнадзора в части ограничения деятельности детских развлекательных комплексов, баров, дискотек. Теперь работа развлекательных заведений запрещена с 12 ночи до 7 часов утра. Все массовые мероприятия должны проходить с количеством участников, не превышающим 50 человек. Музеи, библиотеки, театры, фитнес-центры продолжают работать при соблюдении строгих рекомендаций Роспотребнадзора. В планах также создание свободной зоны от COVID-19. Туда планируют пускать тех, кто вакцинировался. При этом маски и перчатки не потребуются. Закрываться после полуночи тоже будет не нужно. Сейчас разрабатывается специальное мобильное приложение «Паспорт ковидной безопасности», которое будет содержать полную информацию о прохождении вакцинации, о перенесенном в течение полугода коронавирусе или сведении об отсутствии болезни, а также сведения о заведениях, имеющих COVID-free зоны. Данное приложение будет обеспечивать проход посетителей в COVID-free зоны, в ресторанах и других объектах.